МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День моряка-подводника А сейчас об этих и других событиях подробнее. Сегодня, 24 марта, Всемирный день борьбы против туберкулеза. Эта памятная дата отмечается ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения, в 1993 году объявившей туберкулез глобальной проблемой. Целью Всемирного дня борьбы против туберкулеза является повышение осведомленности о глобальной эпидемии и усилиях по ликвидации этой болезни. На очередной сессии Горсовета депутаты приняли решение по четырем вопросам. Подробнее в нашем сюжете. 22 марта прошла сессия Горсовета. Из шести вопросов, которые обсуждались на депутатских слушаниях, на очередную сессию было вынесено три вопроса, особенно значимых для жизни нашего города. В июне этого года заканчивается контракт действующего главы администрации Вячеслава Седункова. Согласно федеральному законодательству, возглавлять администрацию Десногорска теперь будет глава муниципального образования, которого голосованием изберут депутаты Горсовета. Первым вопросом были внесены изменения в положение о порядке проведения конкурса на должность главы муниципального образования. Этим положением определено право участников, состав и регламент конкурсной комиссии, порядок и сроки проведения конкурса. Два следующих вопроса касались правоотношений в сфере приватизации имущества и правил землепользования и застройки в Десногорске. В Смоленске полицейские задержали 37-летнюю женщину, торговавшую опасным наркотиком смесью карфентанила и метадона. Задержанная ранее уже была судимая за незаконный оборот наркотиков. В этом году у нее изъяли почти полкилограмма запрещенных веществ. Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы. 22 марта прошло очередное заседание административной комиссии, в обязанности которой входит определить степень виновности нарушителя областного административного законодательства и вынести решение о наказании. В этот день на рассмотрение было представлено 16 протоколов. Подробности в нашем следующем сюжете. 8 протоколов были рассмотрены за нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время. Порой десногорцы и гости города забывают о соседях, которым они мешают, а за это можно попасть на штраф. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время с 22 часов до 6 часов в местах постоянного проживания или временного пребывания граждан влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. На этом заседании комиссии на одного гражданина Десногорска было рассмотрено 3 протокола. Он не только нарушал тишину и спокойствие граждан, но и умудрился дважды справить естественные надобности прямо со своего балкона. Уставшие от безобразия соседи вызвали наряд полиции. В общей сложности ему придется оплатить штраф в размере 3,5 тысяч рублей. А 5 протоколов комиссия рассмотрела за нарушение благоустройства города статья 17.4. Как выяснилось, чаще всего это неправильная парковка автомобиля. Предупреждений по этой статье теперь нет, а штрафы немаленькие. Нарушители по данной статье были оштрафованы на 4 тысячи рублей. Каждые выходные в Десногорск повадилась гостья из Русловского района. Помимо того, что пристает к людям на улицах города, она стала появляться около дверей квартир. Бдительные горожане вызвали полицейских. Ее действия комиссия квалифицировала по статье 28.1 приставания к гражданам и оштрафовала на 500 рублей. А сейчас новости градообразующего предприятия. 22 марта на Смоленской АЭС состоялась плановая противоаварийная тренировка с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям, аварийно-технического центра и других организаций, ответственных за безопасность ядерных объектов и охрану окружающей среды. За тренировкой наблюдал эксперт в НИИ АЭС, старший научный сотрудник Николай Маркелов. При подведении итогов он отметил высокую степень готовности Смоленской АЭС и ее персонала к нештатным ситуациям. На протяжении многих лет первая пожарно-спасательная часть нашего города шефствует над Центром социальной помощи семьи и детям «Солнышко». Недавно сотрудники гарнизона побывали у воспитанников центра в гостях и рассказали школьникам, как вести себя при возникновении пожара. Вспомнили правила поведения на улице в весенний период. Особое внимание уделили безопасности детей вблизи водоемов. 23 марта Десногорск стал центром большого праздника. В день детской книги гостей со всей Смоленской области принимала Центральная детская библиотека. Гостей встречали разнообразными, яркими выставками, которые были развернуты на каждом абонементе библиотеки. В библиотеке всю неделю детской книге в каждом отделе стоят самые-самые разнообразные выставки. Они посвящены лучшим книгам, лучшим писателям, самым ярким событиям весны и недели детской книги. Мы сделали растворнутую такую выставку, называется она «Лестница в небо». Это как наш взгляд в будущее, как ребенка приобщить к чтению. И сделано это на основе наших лучших книг, на основе наших российских издательств. И в первую очередь мы попытались рекламировать наши российские детские книги. Наша детская библиотека считается самой лучшей в области и славится новаторством своих сотрудников. Экскурсия по ней очень понравилась гостям. Посмотрели не только мы, но и те районы, которые приехали вместе с нами, все в полном восторге и удивляются вот этой вот жилке и этому, как я уже сказала, новаторству и изюминке, которая присутствует в каждой выставке. Продолжился праздник в городском центре досуга, где десногорцев и гостей встречали ростовые куклы. Основал этот праздник в 1943 году детский писатель Лев Касиль. С тех пор неделя детской и юношеской книги традиционно проводятся в дни весенних школьных каникул. В Десногорске этот праздник предложила провести Смоленская областная детская библиотека имени Соколова-Никитова. Мы хотим, чтобы как можно больше детей и взрослых смогли принять участие в этом празднике, в настоящем празднике книги. Ведь книга это мудрость человеческая, она хранит все накопленные знания. С праздником книжкиных именин поздравил всех собравшихся в зале управляющий делами администрации нашего города Максим Иванов. Позвольте администрации города Лев Касиль поздравить с этим замечательным праздником недели детской книги. Лучшие читатели детских библиотек нашей области в этот день были отмечены грамотами и получили памятные подарки. Сюрпризом для ребят стал праздничный концерт, организованный библиотечным театром книга на сцене, образцовым хореографическим коллективом «Каприз», детским эстрадным ансамблем «Калибри», вокальной студией «Голос» на сцене прозвучали произведения Саши Черного, Марины Цветаевой, Сергея Есенина и других поэтов. Члены общественной организации Смоленское морское собрание Десногорска собрались в читальном зале библиотеки, чтобы отметить свой профессиональный праздник День моряка-подводника. 2016 год ознаменован еще двумя юбилейными датами. Нынче исполнилось 10 лет морскому собранию и 110 лет подводным силам России. На торжественном вечере побывала наша съемочная группа. Председатель общественной организации Десногорское морское собрание Александр Терентьев передал поздравления от боевых друзей Смоленского морского собрания, движения поддержки флота и главкома ВМФ. Он подчеркнул, что представители морской профессии всегда отличали смелость, храбрость и мужество. Ветераны-подводники до сих пор беззаветно преданы своему воинскому долгу. Это такое емкое слово День подводника, столько воспоминаний, столько добрых воспоминаний и теплых слов, что одним словом это огромный праздник для меня. За успехи в преумножении славных традиций морского братства, за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи и беззаветному служению Отечеству и российскому народу, моряки-подводники были награждены благодарственными письмами губернатора Смоленской области и председателя Десногорского городского совета фрачными знаками и памятными юбилейными медалями 100 лет подводному флоту России. Мы приехали поздравить вручить награды Смоленской области ветеранам-подводникам, замечательным людям, общественникам, которые, несмотря на преклонный возраст, продолжают огромную общественную работу. В первую очередь, конечно же, по патриотическому воспитанию молодежи. Собравшиеся, читали стихи, пели песни, вспоминали службу и обсуждали, как сохранить славные морские традиции и продолжить патриотическое воспитание подрастающего поколения. Дорогие ребята, молодежь нашего города, мы все с гордостью носим звание моряков. Поэтому, если кто из вас хочет служить в военном флоте, это почетно и очень знаменательно. Приглашаем вас всех в военно-морской флот нашей России. Минутой молчания собравшиеся почтили память моряков-подводников, ушедших из жизни в разные годы. Напоминаем, что с 25 по 29 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна состоятся финальные игры за первенство Центрального Федерального округа по баскетболу среди юношей 2003 года рождения. Все желающие могут прийти и поболеть за своих спортсменов. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова